Машина командующего подъехала, когда все уже были в сборе. Испытания проходили на парашютодроме 76-й гвардейской водушно-десантной дивизии Кислова под Псковом. Кроме непосредственных участников подготовки эксперимента, съехалось много гостей. Приехали друзья-соратники из КБ, прибыли приглашенные псковские секретари обкома и горкома. Утром испытатели разбудил командующий. А перед самым отъездом Маргилов обнял обоих, пожелал удачи и, улыбаясь, добавил. Вам что? Разобьетесь и все. А мне отвечать. На аэродроме синоптики не давали погоду. Испытания отложили. Начиналось самое неприятное в таких случаях – всеобщее долгое мандражирование. Врачи, воспользовавшись заминкой, захватили экипаж. Ребятам приходилось сидеть и ждать погоду в сотый раз, измеряя температуру и давление. Техники, наоборот, рады, когда появляется дополнительная минута. Это дает возможность еще раз пройтись по основным узлам швартовки. Взлет разрешили через полтора часа. По чистой случайности совпало, что для десантирования прибыл тот же самолет Ан-12Б. С тем же экипажем, что при первом эксперименте на многокупольной системе. Маргелов и Щербаков поднялись на борт. В промерзшей боевой машине было холодно даже в бушлатах и унтах. На бортовой магнитофон записали поздравления Анне Александровне Маргеловой, Сашиной маме. У нее был день рождения. О том, что из-за жуткого холода магнитофон ничего не записал, узнают только потом. Летели больше часа. Все это время командующий простоял у кромки площадки приземления. Ждал. Сердца стучали учащенно. Спели баллада парашютистых. Стало полегче, вспоминает Александр. Выдержной парашют рванул восьмитонную машину в небо. Секунда невесомости и резкий рывок. Машина клюнула носом под углом в 135 градусов. Со скоростью 30 метров в секунду они пошли на сближение с замерзшей землей. Грохот, дым. Больно заложил уши. В 20 метрах от земли сработали пороховые двигатели. Взрывная волна смягчила посадку, но все же земля приняла их неласково. Жестко. Головы резко ушли вперед до хруста подзвонков. И мертвая тишина. Осуществленная идея десантирования экипажа внутри боевой машины на парашютно-реактивной системе позволила вводить в бой дивизию ВДВ не за 7 суток, как было раньше, а за 22 минуты. Советская армия получила в руки такой козырь, что когда засекреченная информация о новом способе десантирования русских каким-то образом просочилась на Запад, в стане вероятных противников поднялась паник. Ведь теперь СССР мог десантировать в любой точке мира свои отборные воздушно-десантные дивизии, которые через полчаса после приземления налаживали систему управления и молниеносно вступали в бой. Отстрелявшись и отводившись, лихо поднимая гусеницами снежные вихри, они подкатили к трибуне. Товарищ командующий, экипаж в составе майора Маргелова и подполковника Щербакова впервые в мировой отечественной практике совершил десантирование внутри боевой машины на парашютно-реактивной системе. Материальная часть работала нормально, самочувствие отличное. Экипаж готов выполнять боевую задачу. Прозвучал доклад. Во время прыжка генерал держал руку в кармане, где лежал наградной Маузер с досланным в патронник патронов. Редактор субтитров А.Семкин